Работы по озеленению города в этом году начались с опоздания. По словам специалистов, основной причиной этого является несвоевременное составление проектно-сметной документации. Подрядные организации с июля начали посадку цветов на 12 тысячах квадратных метрах земли. Поздняя реализация данного проекта связана с тем, что с опозданием были подготовлены итоги государственной экспертизы проекта. В следующем году эту работу предполагается начать намного раньше. Общая стоимость указанных работ в соответствии с проектно-сметной документацией составляет 144,5 миллиона тенге. По плану клумбы будут высажены на перегрёстках 21 центральной улицы. Сейчас работы по озеленению завершены на 80%. Специалисты и рабочие пытаются защитить цветы от июльской жары, поэтому они ежедневно поливают их водой. Днём мы вырываем сорняки, готовим землю и вечером после шести сажаем цветы. Работы по озеленению города Атырау проводит Товарищество с ограниченной ответственностью Акмолинское учебно-производственное предприятие Казахского общества слепых. Они в областном центре сажают бегонию, фиалку и экзотические цветы. Более 60 человек на участке. Вертикальное озеленение посажено у нас 100%. Сейчас продолжаются единственные работы по установке термобазонов. Полив посаженных клумб предусмотрен поливомоечными машинами. Производится в дневное вечернее время. Поливаем. На участке выходит более 10 поливомоечных машин по участкам. Проблемы, основная проблема это аномальная жара, потому что вообще предусмотрена посадка цветов, желательно в весеннее время. Курс был разыгран в июне месяце, договор был подписан 19 июня, сразу же приступили к работе. И на данный момент уже почти практически завершаем работу. Также до конца августа будут продолжены работы по посадке цветов на объездной дороге возле гостиницы Акжаики проспекту Абельхайрхана. На этом месте впервые будет применен метод капельного орошения. Эльвира Рахамжанказа, Артур Готбанов, Служба новостей. Рахамжанказа, Артур Готбанов, Служба новостей.